Ты маленький, вокруг шипят несчастья, Подстерегая мстительных тебя. Ты маленький, ты маленький, ты маленький, Ты никуда от смерти не уйдёшь. Ты маленький, ты маленький, ты маленький, В ладоши бьёт, прихлопывает. Это стихотворение Евтушенко. Вот ещё от сердца матери качает, Мы изначально гениальны все. Итак, сегодняшняя тема, В этом году у нас будет юбилей Джуны, она 49-го года рождения. Но тема посвящена не столько, хотя и столько, самочными, сколько именно феномену человека в этом мире. Сказано было, что 21-й век – это век психологии. И век, может, кто-то тратил уже свою психологию, может, кто-то понятия не имел о ней, о том, что она у него есть. Но это есть. Хотя человек – это существо, животного не он, для того, что я считающее. Но наши возможности уникальны. Я говорю с вами так, как человек, который работал со слепо-глухими детьми, с аутистами, с глухими, с людьми множественными нарушениями речи, и людьми, которые преодолевали свою нену. И на фоне них я своим дочерям, которые были вместе с глухими, я говорила, посмотрите, что они могут, что вы можете. Понимаете, мы будем говорить не о социализме, не о капитализме. Мы будем говорить о капитале человеческой жизни. О единственном даре, который нам дан. О даре и возможности быть человеком. Многие из вас по-разному читали книжки Маугли. Кто-то знает о феномене Маугли, о ребенке, который жил в лесу и не научился говорить никогда. Но, к сожалению, наша страна в числе первых стран по детским домам, по психоневрологическим приемникам, мы имеем огромное количество детей, ненужных для своих родителей. И вот это беда, на самом деле, главная. Эпоха Джуны. Мы с вами уже прошли и Кашпировского, и Чумака. До этого у нас был днесинг, были гипнотизеры, колдуны. Что же случилось, что появилась эта личность, этот человек, который не лечил иглами, не делал травяные настойки, но проявил себя уникально и своей энергетикой, и своим творчеством, и своей доброжелательностью и открытостью мира. Это дорогого стоит, дорогие мои. Как Анна Андреевна Ахматова говорила, мы ни единого удара не отклонили от себя. А это тяжело. Потому что мы привыкли жаловаться, болеть, думать о том, что нас кто-то будет спасать. Не будет спасать! Никто! Если ты сам не способен себя спасти. И вот это главный закон. Мы смеялись, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Да! Именно так. И Мюнхгаузен вытягивает себя за волосы из болота. И утром он, что делает? Разгоняет облака и устанавливает хорошую погоду. Где? Где нам нужна хорошая погода? В мире мы этого не увидим. Так вот, голову. Правильно. Хорошая погода внутри своей головы, своего сердца. Это и есть понимание возможностей жизни человека в этом обществе. Да! Мы живем в то время, которое для нас случилось. Времена, ну, вымирают, в них живут, вымирают. Так вот, эпоха Джуны. Кто-то будет говорить эпоху Аллы Пугачёвы, ля-ля-ля, Арлетина, Арлетина. Прекрасно. У нас будет другой разговор. У нас будет трудный разговор. Разговор о том, что, что имеем, не храним, потерявши младшисть. И вот это вы, люди, уже не младенцы. Люди, прошедшие разные уровни обработки. И химической, и физической, и экологической. Да, да, да. И гендерный. Вы еще такие, знаете, закаленные в этом времени. Так вот, мы сейчас попробуем сделать программу так, чтобы что-то вспомнили, о чем-то узнали, чем-то заинтересовались. И у нас будет две части программы. В первой части программы будет идти разговор о самой Джуне. Вот ее портрет. Она скончалась внезапно. Это было 8 июня 2015 год. В этом году, 22 июля, ей должны вспомнить, сколько 49 лет? 51 и 1970? 70. 70. Под Кубачеву. Вспомнили. У нас прям под критерий Кубачева. Ну, вот что я могу сказать? Вчера был у меня день рождения. Почему вчера? Семнадцатого. На днях. Семнадцатого. Так вот, дорогие мои друзья, ровесники нашего времени, дом наш прекрасен тем, что он дом друзей. Дом друзей, куда можно зайти безо всякого, где из горе и с радости ты ночевал, и всегда приютят, и всегда одинаково. Чем найдут? Вот шмок, угостят на повалок. Поэтому мы просим простить за украшения, которые есть. Мы сегодня будем говорить о женщине, которая пришла в этот мир, потрудилась и ушла. Поэтому у меня огромная просьба ко всем нам. Мы не спускаемся ниже плинтуса. Мы не говорим ни о деньгах, ни о сплетнях. Мы говорим об уникальной способности этого человека. Вот это для меня очень важно. И главная потенция, она очень многим помогала и спасала. Я была и в психиатрической больнице, психоневрологической. Я была в интернате, где работали экстрасенсы. Да, они хотели специально обрабатывать детей на предмет, так сказать, своеобразия. И я поняла, что вот эта вещь, она пагубна, она действительно. Я думаю, что для джуны это не было характерно. Возможно, наша сегодняшняя программа не подразумевает полноту раскрытия всех аспектов деятельности джуны, но я должна поблагодарить тех, кто принимал колоссальное участие именно в организации этой программы. Это Лира, это Артем Задикян, это Александр Белов. И во второй части программы у нас будет уникальная возможность встретиться с человеком, которому не совсем просто живется на этом свете. И завершая, я хочу следующее сказать. Опять же, я люблю стихи, поэтому я считаю, что это лучший форум. Пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью бренной, не город Рим живет среди веков, а место человека во вселенной. Им овладеть пытаются цари, священники оправдывают войны, и без него презрения достойны, как жалкий ссор дома и алтарь. Это написал Осип Меченович. Итак, начинаем программу. Я включу, она включена. Нормально, нормально. Да. У нее указатель. Вы решили, что сейчас мы покажем вам фрагмент фильма. Он достаточно длинный, мы его весь не будем показывать. Но именно фильм мы показываем. Пардон. Продолжение следует... 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 Исследования развернулись на полную мощность. Меня испытывали дырку. Ее провели через все новейшие аппараты того времени. Оптические, акустические, инфракрасные, микроволновые. Ученые искали природу излучения волшебных рук Джуны. При этом каждый день ее облучали в раз по силам. И в раду не желаю то, что я перенесла. Но все мучения оказались напрасными. После смерти Брежнева программу свернули. И от чуда целительница научный мир словно забыл. Как будто ничего и не было. Я не обижаюсь на Юрия Васильевича Гуляева. Я ему очень во многом помогла. Но, хотя он сейчас президент Академии наук, но и нечестно. Он и Женя Тяжинников нечестно поступили со мной. Кто тогда был виноват в том, что эта госпрограмма провалилась, ученые или чиновники сейчас не разобраться. Но ясно одно. Но, пока был жив Брежнев, к Джуне относились с особым трепетом. Неужели генсек действительно рассчитывал на целительницу? Смотрите далее, как Джуна спасла от смерти своего брата? И когда стала ассирийской царицей? Что она предсказала Борису Ельцину? И какой сюрприз приготовила для Владимира Путина? Почему Джуна отказала английской королеве? И на что уговорила президента США? Об этом сразу после рекламы. Фрагмент из России Интерес к Джуне, к ее чудесному дару, как будто передавался по наследству от одних правителей к другим. Борис Ельцин не скрывал, что дружит с Джулой Довиташвили. Говорят, она точно предсказала распад Советского Союза, а за несколько месяцев до выборов Президента России их исход – победу Ельцина. И даже угадала число колоссов. В апреле 94-го он вручил Джуне Орден Дружбы Народов. Так, мы будем продолжать.